МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Добрый вечер". В прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьёва поединок. АПЛОДИСМЕНТЫ Вчера в России отмечали праздник, которого нет. Исполнилось 95 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты и прочие левые организации провели демонстрации и митинги, а в Санкт-Петербурге восстановили памятник вождю пролетариата. Так что за дата 7 ноября? Юбилей революции, открывший новую эру в истории страны, или день государственного переворота, отбросивший её развитие почти на 100 лет? Красный Октябрь. Это наше светлое будущее или безвозвратное прошлое? Октябрь 17-го это государственный переворот, это вооружённый захват власти, это выполнение заказа иностранных спецслужб, последствия, разгром государства, экономики, уничтожение всех умных людей, кого в Сибирь, кого философским пароходом, за границу. Всё было уничтожено, всё в крови, более страстной революции не было, и главный виновник Ленин, главный террорист 20-го века. Что дала революцию? Она дала жизнь для нашей страны, она дала надежду всему человечеству. И сейчас тайфуны разрушают землю. Почему? Потому что её портят. Наша страна трещит. Она, я не хотел бы сказать, разваливается, но идёт к этому, потому что нет идеи, скрепляющей её. Всё это есть у коммунистов. Я бы хотел, чтобы идеи эти жили и дальше. На поединок вызывается председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. На поединок вызывается депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ, народный артист России Владимир Бортко. Уважаемый телезритель, вы также можете принять участие в нашей дискуссии. Звоните, присылайте сообщение на номер того из оппонентов, позицию которого поддерживаете. Господин Жириновский, товарищ Бортко, ваш поединок начинается. Владимир Вольфович, прошу. 17-й год, октябрь. Страшнее события в истории человечества не было. До сих пор мы мучаемся. До сих пор в крови. До сих пор кадровый голод. До сих пор нет наших денег. Всё было уничтожено. Это страшнее Чингисхана. Это страшнее Наполеона. Страшнее немецких фашистов-захватчиков. Потому что так глубоко уничтожить собственную страну, начать эту страшную гражданскую войну. Самое главное, юридические аспекты. Никто не имел права арестовывать законное временное правительство России. Это бандиты. Уголовники делают. Но и они этого не делают. Это делает минский спецназ. Иван Ленин со своими бандитами сидел в Смольном дворце. Они не участвовали в этом. Рабочие и солдаты никакого штурма зимнего не было. Всё, что они сделали, ворвались в Зимний дворец. Всё испохабили. Всё, что они изнасиловали, всё поломали. Всё. Раненых русских солдат не пожалели. Это называются большевики. Это называется власть перешла к рабочим и солдатам. Вот солдаты в Зимнем, они над ними издевались. То есть страшная гражданская война. Всех расстреляли. Церковь. Такого страшного удара по церкви не было ни в одной стране мира. Никогда. Все специалисты, все инженеры, школа. Всех уничтожили и начали с нуля. С уголовниками, с улицы уголовников привели к власти. И до сих пор это продолжается. До сих пор. Вы нас отбросили в 17 век. Ибо Горбачёв и Ельцин продолжили ваше дело. Горбачёв прямо сказал. Перестройка продолжения октября. Вот мы мучаемся до сих пор. Владимир Владимирович, прошу. Владимир Вольфович, вы верите в то, что вы говорите? Да. Это доказывают архивы все. Все архивы. А теперь с архивами. Да. По всем архивам. Много ли было... Я сейчас спрашиваю не вас, вы это знаете лучше меня, наверное. Я спрашиваю сидящих в зале. Вы знаете, сколько было большевиков в 17-м году? 20 тысяч. Петрограде. Я думаю, что тех людей, которые делали эволюцию, было не более 200. Да. Ещё меньше. Что же это такое за 200 человек, которые могли страну, в которой было больше 160 миллионов человек, сделать коммунистической? Какими же идеями они обладали? Это что, сверхлюди. А теперь давайте подумаем, что же было. Только что Владимир Вольфович, вы слышали, сказал, какой ужас принесли большевики. Давайте подумаем, что было перед Октябрьской революцией. Я могу сказать. Скажите, пожалуйста, большевики толкали Россию в империалистическую войну? Нет. Так, стоп. Мы ступили. Подождите. Царь, я вас... Она вслухила войну. Я же вас не перебивал. Я же вас не перебивал, правда. Значит, не большевики. В этой войне полтора миллиона было убито. Два с половиной миллиона людей были в плену, сдались. И миллион дезертировал оттуда. В основном Петроград. Весёлые были времена. Скажите, пожалуйста, большевики ли заставили царя отречься? Нет. Думаю, что он был главнокомандующей армии. Он бросил свою армию и ушёл. Сказал, я больше не играю. Нет. Скажите, пожалуйста, большевики ли выпустили 10 тысяч уголовников из тюрем? Нет. Скажите, пожалуйста, большевики ли стремились к сепаратизму, когда тут же начали отделяться Кавказ? Отделялась Средняя Азия, отделялась Сибирь и Кубань, и Кубань. Ленинский принцип самопределения. И вдруг, и вдруг, да, это всё делали Ленин по заказу, знаете, прислали Ленина, приду в огонь. И вдруг, гражданская война. Скажите, пожалуйста, Ленину ли помогала Антанта? Или она помогала кому-то другим? Ленину, большевикам. Интересно. Вы до сих пор заблуждаете? Именно так и делала Антанта. Интересная точка. Она мешала белым победить. Она остановила поиск отступления на Москву специально, чтобы большевики могли разгромить Белую армию. Я могу говорить, я могу продолжать? Не можете продолжать? Вы обвиняли. Нет, по очереди. Да-да, по очереди. Хотя по очереди всегда не очень получается. Изначально эти крики и вопли, понимаете, они, конечно, хороши, но важна история. Важно то, что Антанта вооружала белых, это вы знаете сами, не красных, а белых. И вдруг те самые красные, которых было-то горстко, за короткое время завоевали всю страну. Почему? Что случилось? Да ничего, кроме одного. Понятно было, против чего и против кого воевали. То есть идеи были? Конечно. Давайте. Я объясняю. В 14-м году, 100 лет назад, началась Первая мировая война. Война. В нее вступили все государства, в том числе Российская империя. Здесь нет ничего противозаконного. Нам объявил ультиматум немецкий император, что остановите мобилизацию, мы не остановили. Он нам объявил войну. Кто ввел войну? Немецкое руководство, не мы, нам объявили войну. Мы обязаны были стать на защиту своего государства. Дальше вы говорите, значит, про... Вы меня перебивали, я тоже перебиваю. Сосараево это наше государство. Интересно, хоть в одной другой стране мира могут вас, современных политикам, скорить до потери сознания о событиях 100-летней давности. Ибо мы не вступили, нас заставили обороняться. Как и фашистская Германия тоже на нас напала. Владимир Фольфович... Вы слушайте меня. Дальше вы говорите дезертиры. Кто сделал русскую армию? Миллион человек дезертир, большевики. Большевики пошли в окопы. Вы не царя требовали свержения. Вы пошли в окопы и стали солдат уговаривать сдаваться в плен. Бросать оружие. Идите, берите землю. То же самое... Помолчите. То же самое делал в обороне чеченской войны. Ковалев коммунист. Он то же самое уговаривал русских солдат сдаваться в плен террористам. На как разный инсульт наступил. Не волнуйтесь. Не дождетесь. Теперь я не хочу, дай Боже. Это человек, отстывающий партия. Если не будет его, не дай Бог партии, это не будет. По сути. А по сути будет боже. Был такой первый указ номер один. Не давать оружие солдатам и офицерам. Неплохо, да? Во время войны. Это что, большевики и делали? Объясняю. Вы до сих пор малодрамотные. Приказ номер один означал, что оружие выдавать только с согласия солдатского комитета. Поэтому голову не морочите. Сто лет обманываете народ. А теперь знаете что? А кто считал их словами? И временное правительство вело войну до победного конца. Она считала меньшевики и ЕСР. Да, да, да. И они горды. И стал демократным. Мало того. Из которых выделись большевики и стримисты. Тяжело говорить. Тоже мгновенно возникает очень интересная вещь. Большевики пришли и разломали тысячелетнее государство. Понимаете, да? А что ж такое? Почему оно так легко поломалось-то? Очень легко. Что ж есть? Если вооружить всех бандитов, напоить водкой, они поломают любое государство. Если вырезать всю элиту, полицию, офицеров, всех арестовать, расстрелять... Их 200 человек! Страна остается... Что? Дорогой, 200 человек. Да это достаточно. 200 бандитов переворот совершать в любой стране мира. А теперь я обращаюсь к вам. Да. А деньги откуда они взяли? Выбор. Разве у Свердлова не был брат, американский банкер? Очень интересный. И Шив давал деньги. Конечно, да. А сколько паспортов лежало у Свердлова в его привлевском кабинете? Сколько валюты? Владимир Владимирович, вы бы как не пришли, я вас хорошую. Свердлов, Хродский и Ленин. Все три агента, все три нерусские, все три негодяи-уголовника, только они и совершили революцию. Все три нерусские, негодяи-уголовники. Большинство, большинство абсолютное членов ЦК, большевиков, никакого вооруженного восстания не хотели. Хотел один человек, Ленин, только он. Его выгнали, его вывели из ЦК. То есть Ленин был бомб. Пока еще никому не удавалось. Ну сейчас попробуем. Отсюда. Я могу кричить. Большевики никакого вооруженного восстания не собирались совершать. Никакого. Владимир Владимирович, очень интересная вещь. Как было сейчас заявлено, что там было подождать. Пожалуй, сегодня самый интересный урок истории для средней класса. Да, это просто очень интересный. Для средней школы, для средней класса. Что было заявлено только что, я уже забыл, там, значит, когда в Большевике плохие были. Деньги чужие. А, да, вот, чужие виды. Деньги паспорта, трое нерусские. Скажите, пожалуйста, одну секунду, деньги чужие? Да. Ну что же делать? Скажите, пожалуйста, как наши, чьи деньги была вооружена Белая Армия? Белая Армия пользовалась оружием, произведенным на русских заводах. А чьи деньги была? Белая Армия была незаконно вооружена со складов царской армии. Моя жена, мне запретили кричать перекрики, Владимир Владимирович. Я не ваша мама и точно не ваша жена, я вам разрешаю кричать. Потом, слушайте дальше. Я же слышу, хорошо, что я радуюсь. Белая Армия была законной вооруженной силой российского государства. Почему она проиграла? И по закону Монтанты, по соглашению Монтанты, мы посылали войска во Францию защищать Францию. Почему проиграла? Объясняю. А нам поставляли оружие по договорам официально. И мы платили русским золотом за это чужое оружие. Но они не поставляли нам оружие. Они проиграли, потому что русская армия не обещала никому землю, фабрики и мир. Русская армия говорила разгромить Германию. Народом. Кто обещал? Фабрики, рабочие и землю. Большевики, да. Да поэтому она и выиграла. Да, и поэтому мы проиграли в 91-м году. До сих пор мы на коленях, потому что ни мира, ни фабрик, ни земли до сих пор землю не дали. И фабрики все в руках олигархов, коммунистов, коммунистов. Все коммунисты, да. Олигархов или коммунистов? Они все олигархи, все члены КПСС. Это в полимическом заседании? Все, все, кто сегодня. Я каждый день слышу в этом думе. Все самые богатые люди России, все члены КПСС. Все. Были все члены КПСС. Это правда. Это что да, вот тут нечего. Никонарковский, Гусинский, Березовский. Именно поэтому я не хочу рассказать. А что такое была наша страна? Вы знаете, был жуткий период. Застой. Застой был страшный во время... Брежневский. 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 Да, да. Что же такое было? И вдруг я вижу... Я был гораздо моложе. Да, все были моложе. Я хорошо помню, что было. Но что такое Брежневский? Знаешь, что она изменилась? Два лунохода. Новые самолеты 134-й, 154-й, 76-й, МиГ-29-31. Это то, с чем мы пользуемся до сих пор. Саяна-Шушинская, ГЭС, Красноярская, Азийская, ВСАЛОВА, САМАТЛОР, все эти трубопроводы. Фильмы вспомните, а вы же смотрите их сейчас того времени. А дальше вспомню шайбу-шайбу. Когда это было? Тогда или сейчас? Или когда сейчас стыдно смотреть на экран, когда выходят наши спортсмены. Но на хоккейство, к счастью, не стыдно, да. Нет, бывает. Будем надеяться, что наши заберутся. Все? Нет, не все. Я бы хотел вас спросить. Нет, давайте я объясняю вам. Я служу внимательных животных. Страна работала. Вы что же думаете, Брежнев, пьяница и коррупционер съел в Кремле, а мы все без земли? Мы все работали. Вот называть Брежнева пьяницей и коррупционером. Да, да, пьяница, бил беспробудно, как и Ельцин. Вся эта уголовщина. И Ленин был больной человек. Но после скандала с оборонцервисом и Сердюковым, они все чистые, невинные, скромные люди. Это все продолжение той самой линии советских чиновников. До сих пор они архоматы, пьяницы и коррупционеры. Все. Лидер партии. Мы с вами зайдем в одну. Вот в том смысле вы не будете возражать. Сейчас я просто прочитаю вам то, что есть мы на сегодняшний день. Это стоит посмотреть. На сегодняшний день. Итак. Первое место в мире по абсолютному увеличению убыли населения. Первое место в мире по смертности от сердечно-сосудистой системы. Первое место в мире по числу авиаказостров. Первое место в мире по количеству абортов. Первое место в мире по продажам крепкого алкоголя. Первое место в мире по числу курящих детей. По ВИЧ-инфицированным. Зато первое место в мире по числу миллиардеров в одном городе Москве. И кто это все сделал? Что? Это не все. Здесь у нас есть над чем работать. Итак, второе место в мире по числу самоубийств, второе место в мире по распространению поддельных лекарств, второе место в мире по числению иммигрантов, второе место в мире по числу людей, ищущих убежища на Западе. Да, да. Есть и дайте. Да, да. Все правильно. Это то, это случилось тогда, когда либералы взяли власть. Вот кто виноват. Нет, нет, мы власть не взяли, вы нам не дали. Даже когда вы, коммунисты, приняли новую, последнюю, уже не советскую конституцию, вы провели первые выборы в стране 20 лет назад, и тут все равно обманули народ. По партийным спискам побеждает ЛДПР, по однобранатым округам вы скрываете от избирателей кандидат депутата такой партии. Вы ни разу ничего честного не сделали. А то, что у нас сегодня нет самолетов, то, что у нас первое место по всем отрицательным позициям, это от того, что вы обманули миллионы людей. Вы обещали коммунизм, а вместо этого вы дали нам коммуниста Чубайса, который забрал за воду. Что было? Да, что было. Вы сами это помните, вы сидящие люди здесь. Я вам говорю, что была очередь. Очередь была. Очередь была. Что вы мне показываете? А теперь про очередь. Я сам же стояла очередь. Хватать последнюю. Во всех поликлиникам, библиотеках, за билетами, за жилье, на курорт. Очередь, очередь, очередь. Объясняю про очередь. Вы в тюрьму без очереди у вас было. И в сумасшедший дом. Все остальное очередь. Ну согласитесь, талантливо. Вот очередь, очередь, сумасшедший дом без очереди. И ваш фильм, ваш фильм «Собачье сердце» это как раз про коммунистов. Вы страну оставили с шариковых и швандерами. Это правда. Вся страна сегодня с шариковых и швандерами. Давай, давай, с Владимой. Можно про очередь? Друзья, обращаюсь к вам. Я обращаюсь к заль, где камеры стоят. Хотелось бы обратиться. У нас в стране камеры повсюду. Не все, правда, свободны. Как видите, они же не работают. Стойте прямо на меня, смотрите, тогда камера будет на вас. Будете влево, направо, камера... Сейчас на камеру на вас не смотрят. Смотрите, пожалуйста. Про очередь. Да, действительно. Знаете, колбасы не было. Более того, из-за границы не надо было уехать. Во! Нельзя. Это страна называется. Это уже ужас, ужас. Тюрьма. Более того, машин было меньше. Но было все то, о чем я говорил. Фильмы, самотлор, все это было. И, кстати, стоило ли из-за очереди терять треть территории страны и половину ее населения? Так это вы сделали! Коммунисты сделали! Вместо того, чтобы сделать то, что делал Китай. И сейчас делают. По-моему, где там кто у нас? Там у коммунистов в власти. У вас там коммунисты в власти. Мало этого, у них сейчас как раз начинается съезд. Коммунистов в Китай в власть. Мало этого, съезд исторически начинается. А за это русские умирали с голоду. Обновление идет. А теперь про русские. А теперь про русские. Очень интересно про русские. Интересный вопрос, да? Да, да. Теперь про русских. Скажите, у вас, у русских, есть своё государство? Нету. Вот. Это сказал вот. Кто сделал? Ленин, Брежнев, Пручёв, Горбачёв, Ельцин. Вот почему же тогда оно было, а сейчас его нет? Например, у татар оно есть. Я очень люблю татары, я уважаю их очень. Там написано, у конституции татарской написано, это татарский народ. Но нет ни одного упоминания о русском народе. Ни одного. Так кто это сделал? КПРФ. Мы сто раз поднимали вопрос в Думе, и КПРФ никогда не голосовала. Владимир Путин, тогда он отчитывался на своей работе, как премьер-министр. И спросил, кто хочет ещё задать вопрос, я ему задал. Давайте изменим преамбулу конституции. Напишем, вместо многоционального вопроса, о русский народ и присоединившийся к нему народ. Вы это сказали? Был не понял. А 20 лет назад что молчали коммунисты? 20 лет мы говорили, это ЛДПР. 20 лет. Вы сказали один раз в этом году просто так, чтобы вас показали по телевизору. По одной большой причине. Потому что очень трудно доказывать, что 22,5. Нелегко, 24. Я понимаю, все... Здесь есть только один нюанс. Я, к сожалению, хорошо помню. Ну, может, не к сожалению, марксистское ленинское учение. Если я правильно понимаю, то там национальному опросу отводилось особое место. Я точно никогда не поднимал место. Абсолютно. В частности, в работе Ланчалей на национальный город Севеликоросов. А теперь интересный вопрос. Чезвычайно любопытный. Интересный. Так что, почему и завевала советская власть, быстро взаевала все дело. Очень интересный вопрос. Сделали ставку на смену. Потому что сейчас... Нет, потому что делала ставка на классовый характер. И на это гораздо важнее было классовое место. Одна общность. Советский народ. Ибо нет ни Эллина, ни Иудея. Понятно, да? И по Махачкале можно было гулять. Поверьте мне, вот сидит девушка передо мной. Она могла бы совершенно спокойно пойти по городу Махачкала. Сейчас в Москву попробуйте вечером выйти. Что будет? Вот вам результат. Почему можно было гулять? По одной простой причине. Владимир Владимирович, нет идеи объединяющей страны. Не надо, не нужна идея. Вы за идею положили в могилу всю страну. А гулять можно было при советской власти. Потому что была 11-миллионная армия и самая мощная политическая полиция. И вы всем отрывали голову, но посмеют хоть где-то пикнуть. Ну, правильно, нет? Так люди не хотят этого. Мы не хотим жить в лагере. Не хотим. Поэтому мы нахуй послали вашу власть в 91-м году. Никто не вышел защищать вас. Никто не вашу партию запретил. Вы не должны здесь стоять. Вы пристроены по запрещенной партии коммунистов. Вы варвары. Поэтому я предлагаю здесь не стоять. А как раз по карам предлагаю вам аккуратненько присесть, побеседовать с вашими уважаемыми секундантами. А я отправляюсь к нашему третейскому суде. Под фразой Владимира Вольфовича чудовищно, чудовищно. Мы республиками умалчивали о том, что есть русский народ. Мы 20 лет об этом говорим. А сейчас они поднимают этот вопрос. Модно, модно, потому что это модный вопрос стал. Остался русский вопрос, девять поиздеваться. Русский народ инвалид, теперь давай пожалеем инвалидов. Это мерзавцы, коммунисты. Это их политика довела страду до того, что они хотят признавать. Да вспомните, Ленин, что говорил про русский народ. Бухарин, что это народ самый страшный, уничтожить его. Это же вообще чудовищно. Сейчас они вспомнили. Камера в другую сторону работает. Камера работает в другую сторону. Некоторые сцены, в том числе эти, напоминают нам кадры вашего фильма «Собачий сцена». Вот как раз вот Шарик. Так он сам его назвал. Нет, это же Вольф. Сам его назвал, Павел. Когда ему удобно. Он говорит в одном контексте, когда в другом. Раз сразу. Пойдем дальше. С этим славным швондером. Вот и бегает. Туда-сюда. Он пришел к самым швондерам, который он показал. Сейчас они сидят в Думе. И кто возглавил у республики все? Выходцы ЦК КПСС. Все. И до сих пор сидят. Они разделили страну. До сих пор везде партийная, коммунистическая партноменклатура. Все. Все они. Во главе всех республик. Да. Все сидят и мучают. Кого не копни, бывшие коммунисты. А русские бегут со всех регионов уже не бывшего СССР. А внутренних республик снова увтесняют русских. И кто виноват? КПРФ, Зюганов, Бортко. Это я виноват. Он расскажет, как я виноват. На самом деле, вы очень хорошо выдерживаете вот это. Панируйте здорово. Все хорошо. Все хорошо. Хорошо. Это моя работа. Это моя работа. Так что, я думаю, главное спокойствие и уверенность. И она... Потому что здесь вот... Сегодня наш третейский судья, директор Государственного исторического музея Алексей Константинович Левыкин. Алексей Константинович, беседа продолжается и на заднем пусте. Вы знаете, я, честно говоря, так сказать, потрясен немножко, потому что действительно очень интересный разговор идет, прекрасная полемика, причем участники полемики выбрали два совершенно различных метода, да. Такой порывистый, яркий Жириновский. Иногда не очень аргументированный и спокойный, пытающийся найти какие-то определенные элементы аргументации бордка. Но вопросы серьезные задания. Вопросы очень серьезные. Правда, они перешли уже, так сказать, от начала темы, что такое Октябрьская революция, переворот, революция, к вопросу, кто виноват. Самый главный вопрос у нас. Россия. Да, Россия. Но я думаю, что пока что идет такой равный спор. Где-то в эмоциях сильнее, наверное, Жириновский. В аргументации, наверное, более сильнее и бордка. Этим они друг друга компенсируют. Много лет работаете с музейными экспонатами. С документами. И поэтому у вас вырабатывается свой взгляд на историю. Как вы видите историю 1917 года? Вы знаете, это очень сложная история. Очень сложная история. Потому что просто так называть те события, которые произошли в октябре 1917 года, переворотом, невозможно. Уж больно они были серьезные. Уж больно огромное количество людей было втянуто вообще во весь этот процесс. И очень серьезные последствия. Как у каждого события есть свои причины. Несомненно, свои причины. И причины в отете, наверное, не в деятельности. Действительно небольшой горстки революционеров, в частности, большевиков. Причины лежали далеко, глубоко. Они не были реализованы раньше. Что и привело вот к тем событиям, которые произошли в октябре 1917 года. Я надеюсь, что то, что происходит не сегодняшний, будет проанализировано. Причины выявлены. И выводы понравятся живущим в нашей стране сегодня, здесь, сейчас. Сразу после рекламы продолжим. Мы продолжаем программу. И в поединок вступают гости, у которых есть вопросы к нашим участникам. Прошу вас. Будьте любезны. Восецкий Николай Александрович, профессор социологии, политический советник, лидер ЛДПР. Владимир Владимирович, я хотел бы вас поблагодарить за то прекрасное творчество, которым вы, в общем-то, с моей точки зрения и с точки зрения русской интеллигенции, спасли честь нашего искусства. Спасибо. В лихие 90-е годы. Ваши замечательные экранизации моего любимого писателя Михаила Фаначча Булгакова. Кстати, его тоже очень любил товарищ Сталин. «Дни турбинных» – это был его любимый спектакль. И благодаря товарищу Сталину мы получили мастера и Маргариту. Спасибо вам большое. Но у меня один вот такой вопрос, который не дает мне возможности, как говорится, свести концы с концами. Вы обиделись, когда Владимир Вольфович вас в Думе назвал, что вы не коммунист. Да. Ну, Владимир Владимирович, вы посудите сами, так сказать. Ну, давайте вот мы пробежимся немножко так. Вы, наверное, помните замечательный фильм Порожанова «Тени забытых предков». Вот сегодня у нас эти тени, так сказать, возникают, ну, повсюду. Посмотрите, Сергей Удальцов, тень своего дедушки, большевика Удальцова. Пономарёв из «Справедливой России», тень вот того самого Пономарёва Бориса Николаевича, по которому мы с вами изучали историю Коммунистической партии Советского Союза. Вы изучали, а я преподавал в Академии общественных наук. Вот. Теперь, Владимир Владимирович, минуточку, Владимир Владимирович. Теперь ваше, так сказать, родословное. У вас прекрасный дедушка Владимир. Вот. Кстати, у меня сына зовут Владимир, и это моё любимое имя. Мне уже приятно, да. Вот. Но у нас сегодня на площадке одни у Владимира. Да, да. И Владимир, он был секретарём Центрально-чернозёмного обкома ВКПБ. В 1937 году репрессирован и расстрелян. Ну, расстрелил тогда его с Виссарионович, так сказать, Ленинскую гвардию, в основном. Сводил счёты с пламенными революционерами. Не сторонников, наверное, социализма в одной стране, а сторонников мировой революции. Ваш папа тоже замечательный человек. Великая Отечественная война. Ну, вы воспитывались в семье другого мужчины, так сказать, если вы не забыли, Корнейчук. Это замечательный украинский драматург. Ваша мама рассказывала, как вы с ним спорили. Вот, на кухне или где-то вы... Честно вам рассказывают вашу биографию? Вы... Да, 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 да. С таким удовольствием слушаю. Действительно, как в большом пути. Видите, как мы к вам по-доброму-то. А я-то как. Вы насколько права ваша Марина Федотовна, царствие небесное. Почему? Она живая ещё, извините. Дай бог ей здоровья. Дай бог ей здоровья. Так вот, я хочу сказать. Вы до драки спорили против Октябрьской революции, против Советского Союза, против товарища Сталина. За что же вы обиделись на Жириновского, когда он сказал, что вы не коммунист, так сказать? Да, теперь живой. Сейчас отвечайте. Антикоммунист, Борг, отвечайте. Почему вы скрываете свои честные взгляды антикоммуниста? Настоящие взгляды. Значит, под мой взгляд, у меня такое впечатление, что кто-то сидел под столом в это время, у меня, значит, дома, когда никого не было, и всё знает, как... Товарищ майор и сидел. Я понимаю. Ваша ЧК. Что касается, друзья мои, биография у меня действительно очень простая. Я, доволен, родился в Москве, потом жил в Киеве долго, у меня мать везла в Киев, они зашлись. Но не в этом дело. Дело в том, что я жил 22 года в коммунальной квартире с 9 семейками. 9 семей. Кстати, 7 из них было еврейских. У меня уже, друзья, поидыш могу немножко говорить. А кто нет? А кто нет, понятно. Не хочу, правда, говорить, что. Потому что это было не совсем прилично. Это вот сказать, давайте, о большем пути. Моя мама, которая содержала меня, мою бабушку, я жил с бабушкой, которая зарабатывала тогда очень небольшие деньги. Вышла замуж на Александра Георгиевича Коренчука. Я видел его очень долгое время. Есть там написано, не читайте перед обедом советские газеты. Я очень уважаю этого человека. Он сделал для меня очень много. Но сказать, что он меня воспитывал, так нельзя. Вопрос в другом. Одну секундочку. А воспитывал меня кто? Вы скрываете свои экономистические взгляды. А воспитывал меня, извините, пожалуйста, школа. Меня воспитывал институт. И бесплатно. А теперь, когда я пришел, меня пригласили профессором работать в институт. Театр, как называется, институт кино и телевидения. Нет, кино и телевидение. Сейчас сказали, что он плохой. Там из 14 студентов, которых учил в режиссуре, 12 были за деньги. И не было экрана вообще в институте. Его сейчас плохо к нему отнеслись. Понятно, что это такое. Так когда было лучше, тогда или сейчас? Так у ваших взглядов, вас страшно ли не про тогда? А про взгляды, они, извините, пожалуйста. Вы, вашего отца расстреляла советская власть. Неужели вам не жалко своего отца? Для меня это было не отца. У меня отца не расстреляли. Дедушка. Ну, как дедушка, когда родится ваша семья? Я думал, почему же дедушка? Все пострадали. Как плохо, не хорошо же, вот так же мы его будут сказать. Я поехал в Курск. Сейчас лаву выпускают. Я открыл это дело. Досье. Да, досье. И выяснилось, что его расстрелял не проклятый Берия, которого в проклятии не было, и не Сталин, а написал донос его заместить. Какая разница? А вот теперь я вам расскажу про историю очень небольшую. Вы знаете, что? И вот, Сергей Ильич Сталин, откуда пошли все эти репрессии? Сталин хотел сделать простую вещь. И более того, вы этого не помните, но, кстати сказать, товарищ Жириновский это помнит. Почему? На бюллетенях о голосовании до 57-го года было написано маленькими строчками. Вычеркните остальных, оставьте одного. Такое было написано. Почему? От 36-го года. Сталин хотел сделать то, что делать в Китае. Из партии нескольких человек должны были выбирать. Но эта партия сказала ему, давайте сначала, и их должны были избирать. Давайте сначала, давайте мы почистим партию. Хотел человек это сделать. И вот тут действительно началось. И пошли доносы. И вот с этого делается... Нет, разница большая. Ну террор, террор продолжается до сих пор. На протяжении 80-ти лет всего нас... И ваш дед спал жертвой террора? Он доноса. Это разные вещи. Ну какая разница? Но сейчас бы донесли, вызвали бы вашего деда и сказали... Суда ведь не было. Нехорошо. А теперь суд был одним. А теперь бах и пули. Суд был одним. Суда же не было. Суд был, только был... Тройка. Тройка. Расстрелять и расстрелять. Время. Все, хватит. Время давайте. Григорий Трофимчук, политолог. Все познается в сравнении. Не кажется ли вам, уважаемый Владимир Вольфович, что на фоне вот того красного проекта все сегодняшние, практически все, без исключения нашей ведущей политики, к которым и вы в том числе имеете прямое отношение, на том фоне, на фоне тех кадров той революции превращаются в непонятное совершенно что-то прямо противоположное. То есть на этом фоне та сказка превращается в легенду, в блестящую настоящую легенду. То есть независимо ни от чего. Что такое большевики сегодня, на мой взгляд? Брежнев, это не застой далеко. Наоборот, Брежнев, его время называется Золотым веком. А те старики, как их называли, смеялись в начале 90-х годов в шляпах со вставными челюстями. Они весь мир держали в шахе. И что сделали вы, когда пришли к власти с младореформаторами? Молодые перспективные политики. Сейчас все это, в принципе, видно через 20 лет. А что сделал Хрущев? Я просто так по верхам немножко пройдусь. Он запустил жилищное строительство, которого земля, мир не видел. Миллионы квартир. Сегодня люди до сих пор жили бы в землянках, если бы Хрущев не запустил то панельное строительство. Сейчас мы издеваемся над хрущебами. Все лозунги большевиков, начиная с «Земля народом», был полностью реализован. То есть земля не покупалась, не продавалась абсолютно. Более того, я убежден, что лет через 200-300 в перспективе, по аналогии с бюстами римских императоров, все семь бюстов коммунистических вождей, семь, сакральная цифра, они будут друг за другом выставляться где-то в каком-то пантеоне. Шесть, но при этом шесть бюстов будут белыми, начиная с Ленина и кончая с Черненко. А последний, седьмой, черный, Горбачева. И, соответственно, здесь товарищ Бортко говорил... А последний – Обама. Товарищ Бортко говорил о том, что фильмы... Какие были фильмы раньше? Так вот почему вы все вместе не сняли даже один такой фильм, как, допустим, «Пацаны», как фильм «Офицеры», который только что показывали, который до сих пор переворачивает внутренности совершенно разным адресным группам? То есть всем россиянам практически. Фанаты, хулиганы, бандиты, братки. Я не понимаю, никак не могу понять, а как же вот параллельно с этим существовал проект под названием «Америка», который свое население не расстреливал и который как-то в землянках не живет? Хрущевы не строили. Да, конечно. Можно сейчас буду отвечать. Вопрос, почему бы даже один такой фильм... Вся власть не сняла даже один такой фильм. Объясняю. Значит, мы вас, коммунистов, не просили нам строить хрущевы. Мы вас просим, зачем вы отобрали у наших дедов и бабушек хорошие квартиры и сделали из них коммуналки, а потом через 40 лет стали расселять. С какой стати вам кто дал право отбирать то, что вам не принадлежит? Ваш Брежнев, Брежнев, вся коррупция началась при нем. Вы правильно говорите. Весь мир дрожал и боялся нас. И к чему это привело? Весь мир объединился и уничтожил Советский Союз в 91-м году. За этот брежневский страх стояла 10-миллионная армия, ракеты, танки, готовые взлететь и уничтожить всю планету. Кто вам дал право напугать всю планету? Теперь вся планета против нас. Все коммунисты, кто вам дал право за наши деньги содержать коммунистические партии по всему миру, содержать все национальные республики, содержать Африку, Латинскую Америку. Кто это вам дал право? Вы говорите, вам давали квартиры? Вы нам дали квартиры? Давали квартиры единицам. В основном рабочим ваша опора. Давали в основном Москве. Больше такого региона Черемушки нет нигде. В бараках до сих пор живет страна. И ваши фильмы нам близко не нужны, понимаете? И ваша идея казарменного социализма нам не нужна. АПЛОДИСМЕНТЫ Тройка! Забыли, что тройка НКВД? Вот сиди и молчи. Кобринский Александр Львович, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, руководитель Московской городской организации ЛГПР. Владимир Владимирович, я понимаю, это действительно очень тяжело переосмысливать то, во что верил. Я тоже через это проходил, то, что любил, то, что казалось незыблемым, то, что казалось на века. Тяжело понять, что было это не так. Но формат передачи я должен задать вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот то, что вы перечисляли, я знам несколько вопросов, то, что вы перечисляли, что сделала советская власть, вы вот серьезно верите, что если бы не октябрь 17-го года, этого бы ничего не было? То есть не было бы ГЭС ни одной в стране, мы бы не улетели в космос, мы бы не добились никаких технических прогрессов. Вот так бы и остались примерно в 13-м году с одной коровой в семье. И еще, так сказать... Нет, давайте поучим, чтобы отвечать. Чтобы была возможность. Очень интересный вопрос, очень интересный. Я, естественно, готовился к нашей встрече. И меня этот вопрос тоже интересовал. Россия семи мильными путями шла вперед. Как же так? Большойки взяли, остановили, и после этого конец. Так вот, да будет вам известно, господин профессор, и почитайте, пожалуйста, хоть Википедию, хоть что угодно. 1885 год. Россия по отношению к ведущим странам. Это примерно как 3 к 10. Дальше, 1913 год. 4 к 10. Не вверх, а вниз. Отставание еще больше. Если мне не верите, почитайте... Почитайте книжечки и... Книжечки, я буду... Энциклопедии, вы верите? Нет, не надо. А теперь еще... Не надо читать энциклопедии. Сейчас, секундочку. Не надо читать энциклопедии. Сколько было убитых губернаторов, министров, ваших народников, и вы узнаете, что русский рубль... До декабристов, до большевиков, что русский рубль в начале 20 века был самой тяжелой валютой в мире. Но сейчас не об этом. Дальше. Большевики приходят к власти, они обещают мир, они обещают землю. Пообещав мир, правда, они ввергли в многолетнюю, десятилетнюю войну, то гражданскую, то с басмачеством, то потом со своим народом. Они пообещали землю и не дали земли крестьянам. Они пообещали фабрики рабочим. И к 60-м годам, к концу 60-х, не увидели, как не стало, собственно говоря, рабочего класса в стране. Вопрос очень простой. Вопрос очень простой. Скажите, как вы считаете, если бы не Октябрьский переворот, реально было бы 22 июня 41-го года? Не только реально, оно было бы гораздо раньше. Не было бы его. Гораздо. Не было бы его. Это было бы сейчас примерно то же самое, что происходит сейчас. Когда страна наша слабеет. Когда, извините, пожалуйста, у нас есть ресурсы. К сожалению, больше ничего нет. И они очень нравятся людям, живущим рядом с нами или здесь, или за рубежом. Нам надо было просто, извините, пожалуйста, остаться в живых. И вот теперь интересный вопрос. Для чего? Ведь разница между нами, коммунистами, и либералами, не потому, что мы говорим одно, а не другое. Она разница в идеологии, в направлении, так сказать, внимания. Или это будет для одного человека. Тогда они правы. Абсолютно. Тогда пускай с синим огнем, говорит, это Россия. Пускай приходят сюда американцы, французы, немцы. Может быть, даже и лучше-то будет. Не будет только одного. Русского народа. Его не будет. Его уже практически нет. Вы его уничтожили. Его уже уничтожили. А теперь, можно? Вы уходите от вопроса. Золдаты, офицеры вермахта воспитали в нашей стране. Люфтваффе воспитан в нашей стране. Почему такое говорили вы человеку? Потому что вы не отвечаете на вопрос. Европа воспитала для борьбы со Сталиным. Не было в Сталина, не было в Гитлера. Но бы задушили в 29-м году. На что мне отвечать? И вы до сих пор не знаете. Я думаю, про что хотите? Специально создали фашистскую герману. Чтобы направить на нас. Владимир Владимирович, дайте ответить. Так он не хочет отвечать. Извините, пожалуйста. Будьте любезны, салфеточки принесите, чтобы можно было вытереть. Там уже просто мокро. Там озеро, да. Так вот, смотрите, пожалуйста. Теперь очень интересный вопрос. Был задан не этим, извините, пожалуйста, спрашивающим, а, по-моему, предыдущим. А, нет, Владимир Владимирович, как это так? Вы забрали у нас квартиры и поселили туда, бога знает кого. Да, да, да. А теперь, говорите, Хрущев дал квартиры. Да пошли вы к черту. Так можно мне к черту? Наши квартиры забрали. А здесь 50 лет дали кому-то двушку. Не ругайте. Вы что делаете? А теперь послушайте, пожалуйста. А теперь послушайте, что произошло. Россия всегда была разделена на несколько частей, то есть на две части. Так называемая интеллигенция и ижесними, которой было очень мало, которая была сосредоточена в основном в Питере и Москве, и весь остальной народ. Понадобилось спасать страну. Понадобилась индустриализация. И нужны были люди, которые приедут сюда на заводы и будут жить. Вот поэтому, вот поэтому, был мощный, было мощное тяготение, был позыв к этим людям, к крестьянам, приедите сюда и работайте. Их не надо было где-то жить. Можно было и строить, но тогда это было 300 лет. Надо было строить быстро. Да, наверное, это не очень хорошо, но учтите, это была первая в мире страна, идущая совершенно иначе. А зачем? Зачем? Зачем, чтобы сказать? Никто не просил. Вы провели выборы? Вы объявили референдум? Мы не хотели вашего социализма. Мы не хотели другого пути. А теперь война. Мы хотели жить как при царе, как в Европе, как в Америке. А вы нам Северную Корею устраиваете. Война, Гитлер, вот проверка настоящая. Да не Гитлер, это вы его породили. Гитлер думал, что страна развалится мгновенно. Она не развалилась. А она развалилась? Нет. Пулеметы стояли сзади. Уберите, пулеметы, все развалилось. Пулеметы поставили. В июле 41-го года вы расстреливали советских солдат. Расстреливали. На самом деле, Владимир Вольфович, если вы думаете, что вы нас голосом возьмете, у вас это не получится. Владимир Вольфович, царская армия, 2 миллиона пленных, в советской 10. Почему? Владимир Вольфович, в царской армии война проиграна, у нас выиграли. Нет, нет. Проиграли. Владимир Вольфович, вы готовы? Проиграли. Где наша армия сейчас? Американцы взяли Берлин. Клотните водички. Мы взяли Берлин и нас вышли руль оттуда. Владимир Вольфович. Теперь стоят там американские. Владимир Вольфович, я остался. Выберите воду. Всем. Заткни глотку там по воде по твоей. А у вас сейчас вся страна слышит. Заткни глотку, придурок. А мутюшком можете? А то строите его. Мутюшком. А строите его. Он только вопрос задает. А он и пытается. А не надо меня учить ему. Этот молокосос с болоткой. Нет, я как раз очень хочу, чтобы вы меня поучили. И коммунист, большевичок. Ну, давай, покойник. Задавайте вопрос. Владимир Владимирович, задавайте вопрос. Что мои задают нормальные вопросы? Доктора наук. Покойник. А у вас быдло, швондеры и шариковы. Что вы начинаете на людей ругаться? У нас сейчас Алферов сидит, между прочим. Подождите. Дмитрий Черный меня зовут. Владимир Вольфович меня знает. Мы учились в одной школе с его сыном Лебедевым. Я просто хочу, чтобы вы... Слово негодяев в центре Москвы. Те, кто разрушили Советский Союз. А мне сыном. Вы нам очень много рассказываете интересного. Про эту школу не надо говорить ничего. Это школа разводилась. Конечно, не про школу. Вы знаете, задать вопрос. Что же вы такое желание? Я просто хочу, чтобы вы понимали, откуда... Что биографию рассказывали? Откуда, да. Суть вопрос. А он учился. В английский сад ты с кем ходил? Кроме вас, на самом деле, в 1991 году, вот на этих безумных митингах участвовали другие человечки, которые не стали ни депутатами, ни олигархами. И вот эта замечательная атмосфера истерики антисоветской, которую вы здесь воспроизводите, уже другие померли, просто не могут. Я вам похвалю. Я вас хвалю. Подлец и негодяй. За что вы? Какая история? Какая это истерика? Я профессор, доктор наук. Ты подлец, писатель. Какой ты писатель? Послушайте вопрос. Пошел вон из студии. Спасибо. Придуров. Так вот. Писатель. Вы говорите. А как вы? Вот ваши шарики. Давайте будем. Владимир Ольфович, вы оскорбляете людей. Да. Исходя из них. Оскорбляем негодяя. Он негодяй. А где моя истерика? Это миллионы лежат в манилах. Это истерика. Я же попытался вам комплимент. Дайте ему задать вопрос и прекратите оскорблять людей. Вы заступаетесь за русский народ здесь, да? Скажите, пожалуйста, в 1926 году... Я вам два стакана поставлю. ...какой был в тогдашней... Нет, в плане, что у вас... В тогдашней советской России в 1926 году, какой был прирост населения? И какая сейчас убыль? Я вам немножко подскажу. Полтора миллиона тогда был рост населения. Сейчас миллион убыль. После того, как вы свергли советскую власть. Так вот, вопрос встает. Все-таки был ли таким преступником и уголовником, ну и как я под лицом, как вы говорили, Ленин, и был ли таким под лицом прадед Сергея Удальцова, которого здесь упоминали, не дед, а прадед, который восстанавливал МГУ при советской власти? Население росло, индустрия росла. Благодаря этому мы победили в войне. Но, к сожалению, в 1991 году, когда разыгрались вот эти вот самые страсти на площадях, эта власть закончилась. И не надо здесь вводить людей в заблуждение. Нет, нелегко, нелегко, с мучениями. Так вот. Ни одного выстрела, и ваша власть скинула за один день. Это правда. 800 миллионов коммунистов, предателей, трусы и полиции. Наша власть, наша власть не сгинула. Наша советская власть осталась в нашем советском народе, и она еще себя покажет. Нет ее, ваша советская власть. Нет, 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 она есть. Есть преступники и психушек вам лежат. Она сейчас не в Кремле, как вы думаете. Вопрос. Вопрос в том, объясните, почему же народ при царской власти так не рос, как при советской, и почему он сейчас так ударно вымирает, когда победил ваш капитализм, когда реституция победила. Все. Отвечаю. Видите? Малограмотность ваших экспертов. Он говорит... Помолчите! 26-й год. Можно не оскорблять ни меня? Не, не можно. Да, нельзя. Не приходите. Не надо приходить. Идите в другое место. Я такой, какой есть. Все, Варка. Я фильмы про идиотов не снимаю. Я этих идиотов вижу вокруг себя. Им говорю, что они идиоты и подлецы. Идуслоевский. Вот так. Идуслоевский. Так вот, молодой человек. О, уже лучше. Вы плохо соображаете в статистике. Уже хуже. Вы говорите, в 26-м году был высокая рождаемость. Это какие женщины родили? При царе они родились. Их бабушки и дедушки. Это то царское поколение продолжало рожать на много детей. А вы за 10 лет. Вот ваше поколение, родившееся после 17-го года. Вот тогда оно погибнет. Все на войне. Я в 75-м родился в замечательную брежневскую эпоху. Я говорю, вы спросили про 26-й год. Все слышали. Вся страна. Почему при советской власти в 26-м году был пи? Объясняю. Объясните мне. Это что? Как молодому отцу. Симуляция советской власти в гражданскую войну уничтожили 20 миллионов отцов, братьев, мужей. 20 миллионов человек. Статистика. Многовато. Вы, наверное, с репрессиями путаете, Владимир Вольфович. Там другая кассета. Сняли. Отменили сухой закон. Начали спаивать всю страну. Царь в 16-м году вел. Вы в 24-м. Ленин и Сталин. Отменили сухой закон. И вот пьяная страна начала рожать у вас в 26-м году. Мы с вами и рождались. Почему же такие умные люди рождались в 26-м году? До сих пор живут долгожители советские, наши ветераны. Вопреки вам живут. Для этого вас и скинули в 91-м году. Понятно. Давай дальше. Яков Игорь Викторович, писатель и советник Владимира Вольфовича Зеленовского. Тайный советник вождя. Значит, не могу представить, что можно поставить Владимир Вольфович. Он сам кому-то что угодно посоветует. Мое дело советовать, а его дело... Моих советов не слушать. Не суть дела. Дело в том, что существует демографическая такая аксиома. Царская прямая. 720-го года экспонента по 17-й год. Значит, если бы эта царская прямая сохранилась, сейчас у нас должно было быть 600 миллионов. В 2045-м году миллиард. И падение этой экспоненты как раз в 17-м году. И поэтому я сразу хочу предложить вам, как представитель, так сказать, деятелю культуры, ввести и поспособствовать, это ЛДПР давно предлагало, создать институт русского холокоста. Значит, в 1903-м году в Лондоне большевики впервые поставили вопрос о расчленении страны. В 12-м году на центральной площади Нью-Йорка была принята резолюция, митинг был собран гигантский, фининтерном, что называется, финансовыми кукловодами всяких Сталиных, Лениных, Рузвельтов, Черчиллей. И было сказано, что подлую Россию, которая стояла на коленях в 5-м году, мы поставим на коленях перед избранным народом. 12-й год, как раз сейчас 12-й год, 100-летие русского холокоста. И как раз хотел бы сказать, что в 23-м году на заседании Палаты лордов лорд Скинхэм доложил, что 20 миллионов русских уничтожено до 23-го года. И одна из задач деятелей культуры перетащить эти жертвы на 30-е, на 37-е годы, на войну, и большевистский переворот, как и называли сами большевики большую часть времени, а революция это потом уже, как и День Победы мы начали отличать в 65-м году через 20 лет. Вопрос вот в чем. Мы или признаем наличие, так сказать, козней, 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 что революция была одним из, так сказать, этапов разрушения страны, русской государственности, зачистки территории, как и война была, одним из элементов, а большевики были инструментами всего лишь, всего лишь инструментами, скальпи, которым резали народ. Или не признаем, понятно. Значит, русский холокост, как вы относитесь к этой идее? Его, его, изучать. Очень хорошо, если только начинать его с 91-го года. Я полностью его поддерживаю. А теперь послушайте свое внимание. Вы не поддерживаете холокост, вы поддерживаете идею создания музея. Создание музея, когда же начал уничтожаться наш народ. Самая большая рождаемость, да, будет вам известна. Это будет поразительно, будет, да, для писателя будущего, откровенно. Вы, наверное, тоже не знаете. Самая большая рождаемость в Советском Союзе была в 1936-1937 году. Самая большая. Плюс полтора миллиона. Каждый год. Это во время революции. Теперь, простите, как ваше имя отчество? Игорь Викторович. Игорь Викторович вам только что рассказал. Они вот все это сделали, чтобы развалить все. Скажите, пожалуйста, был ли похож Советский Союз на разваленную страну? Да. Речь идет о Северном Союзе. Я спрашиваю вас. Был похож? Все бежали, все бежали из Советского Союза. Очень было. А теперь да. Все тюрьмы психушки были переполнены. Советское время это целая эпоха. Все мечтали уехать. Вся страна готова. Да, и 300 миллионов уже поехала. И сейчас сидят все. Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, вы идете в вопрос и сами, так сказать, нарываетесь на ответ. Все время советской власти шла положительная динамика, если не считать войну. Положительная, кстати, две войны. Положительная динамика врождаемости. Она прекратилась ровно тогда, когда власти пришли заказаемые демократы. И это правда. Вот здесь... Падение началось при Брежневе. Поднимите статистику. При Брежневе началось падение. А зачем? Кого почитать? Мелькунов. Воспоминания князя Живахова. Почитайте. Господи, вы знаете, это мне князь как-то. Я не читаю князя. Я читаю, извините, если меня что-то интересует, читаю энциклопедию. Там написано очень точно. Почитайте, пожалуйста, Википедия. Вам будет там все написано. Не, Википедию не все, надо читать. Там, да, почитайте. Я же не могу сказать большое совещание. Вы меня просите. Я же не могу сказать большое совещание. Вполне. Вы меня просите, но когда вы на полном серьезе предлагаете очередную версию истории, то мне довольно сложно это сделать, потому что это какой-то странный путь уничтожения русской империи, проигравшей в Первой мировой войне, де-факто, за счет создания одного из самых мощных, бесспорно тоталитарных государств, который в результате козней де-факто управлял большей частью мира. Это что же тогда за козни такие были? А зачем все это нужно было? По логике. А зачем все это нужно было? Нет, нет, мы вас об этом не просили. Тогда плохо инвестировали они свои деньги. Да, очень плохо. Как-то козни промахнулись. Деньги инвестировали, чтобы Россия не получила ничего по итогам Первой мировой войны. Деньги инвестировали, чтобы натравить Гитлера на Советский Союз. И деньги инвестировали развалить Советский Союз в 91-м году. И все это выполнено благодаря коммунистам. Мощное государство было, и Советский Союз. Мощное государство было? Нет. Слабое. Рухнуло за один час. Какое мощное? За один час рухнуло 8 декабря 91-го года. За один час. И никто не вышел защищать. Вам вопрос. Белые офицеры начали убивать большевиков. Вам вопрос. А здесь советские офицеры ни одного выстрела. Молодцы. Вот она ваша армия. И молодцы. Им наплевать было на Советский Союз. А там были одни коммунисты ваши еще. Одни коммунисты были. Надо отметить, что у ГКЧП хватило порядочности не расстреливать свой народ. Вот. А у Ельцина не хватило. Вот. А все коммунисты. И Ельцина, и ГКЧП. И те, и другие дураки. Иваницкий Александр Владимирович, олимпийский чемпион по борьбе в тяжелом весе. Журналист. Я был ключевым человеком, который делал Олимпиаду 80. Мы делали международное изображение для двух с половиной миллиардов человек и сделали его великолепным. Я слушаю выступление Владимира Вольфовича, поражаясь его ораторскому искусству, и понимаю, что за криком, за наглостью он допускает громадное количество передержек, которые мы пропускаем, но не замечаем эти передержки. Одна из первых. Я несколько зафиксировал, для того, чтобы не быть голословным. Значит, большевики арестовали законное временное правительство. Но эта фраза мне напоминает один эпизод из моего телевизионного прошлого, когда развалили гостели радио, начали образовывать российское телевидение, НТВ, 12 человек быстренько сгоношили академию и назвали себя академиками. Их никто не выбирал, их никто не назначал, но они академики. Поэтому временное правительство, оно и потому и временное, что его никто не выбирал. Должен был выбрать учредительное собрание. Но это так. Правительство не выбирают, господин борец. Правительство назначало парламенты. Секундочку насчет господина борца. Вы правильно. Криком ничего не сделаете. Не сделаете. Это история из моих уст. Ничего не сделаете криком. Временное правительство, самозванцы. Самозванцы. Временное правительство, самозванцы. Теперь дальше. Я обращаюсь не к Жириновскому, я обращаюсь ко всем тем, кто сидит здесь, в зале, и кто нас слушает. Кто нас слушает. Вот фраза Жириновского. Страна тюрьма, русские одна, рвань и пьянь. Рвань и пьянь. Это вы, вы, вы и все те, кто нас слушает. Это слова Жириновского. Вопрос к вам, Владимир Вольфович. Сколько еще лет за вас будет голосовать русские рвань и пьянь? Отвечаю. Отвечаю, что это итоги советской власти. Это итоги, потому что 20 лет назад народ советский, как вы говорите, ничего не сделал, чтобы спасти Советский Союз. Ничего коммунисты не сделали и советская армия. Кто вам дал право называть русских рвань и пьянь? Я знаю, что он мне говорит. Я у вас право не буду спрашивать. Это они мне дали право. Русские дали. За правду. А вот вы в жоте. Ваши избиратели пьяни рвань? Ваша олимпийская легенда. Вы сорвали олимпийские игры. Какие? Нам никто не приехал. В 80-й год. Он говорит, олимпиада была. Нам никто не приехал. В 80-м году. А что было в это время? Брежнев дурак сидел и медведь петел. Что было в это время? Уникальная олимпиада была. В чем уникальность, если ведущие спортсмены не приехали? Значит, ведущие спортсмены приехали. Ведущие спортсмены не приехали. Какой уровень мы шли. Мы шли на этой олимпиаде. Принесут были американцы. Смотрели, как мы ее делали. Не восхищались. Ничего же не знаете. Владимир Михайлович, вы были. Где? Вас пустили на стадион. Кто вас пустил? Что вы видели? Что вы видели? И что? Говорите всем. Говорите. По пропускам. Без пропуска. Только в КГБ партейные работники были. Это 80 тысяч в Лужниках по спецпропускам в КГБ шники. В Москве был один миллион коммунистов. Сидело только чиновники и КГБ. Всех людей выгнали из Москвы. Вранье. Завезли продукты из-за границы. Вранье. Вранье. Я все это видел. В это время умер Высоцкий. И вы не сообщили стране, что он умер. Вранье. Вот вранье было при советской власти. Я хотел продолжить. Или посидеть немножко. При советской власти все было вранье. Вы же не ответили на вопрос, сколько лет за вас будут голосовать пьяни рвать. Они сняли всю жизнь. Всю жизнь. С чем я вас и поздравляю. Да, да, да. Я вас поздравляю. А врань, пьянь превратили нас. Вы. Вы подлые коммунисты. Вы советская власть. Вы негодяи и мерзавцы. Вас нужно расстреливать. Око. Вас нужно сажать. Вам место психушка. Всем советским журналистам. Всем советским драматургам. Всем этим писателям-медоумкам. Который здесь сидит, ему 40 лет. Чудовищно. Вам нечего говорить. Идите туда. И вас нарисуют сегодня же. Господин Борко. Вы. Это ничего. Это не пьет. Но вот заметьте. А чего же я не арестую? Заметьте мудрость Владимира Вольфовича. Он очень мудрость. Смотрите. Нет. Потому что на Дмитрия. Борко говорится. Что последние 20 лет. Все плохо. Вы большой мудрец. А его эксперт говорит. Потому что кричать на господина Черного. Можно было. А вот на господина Иваницкого. Борко сказал, что у нас все не рвань пья. Как-никак. Великий борец. Олимпийский чемпион. Лучше не святую. Присаживаю. А он в ваших. Вы сказали. Раунд завершен. Но этого никто не слышит. Пойду по 5. Кстати говоря. А вы в это число попадаете? Покойно. А вы в это число попадаете? Покойно. Владимир Владимирович. Присаживайтесь. Но я не в вашей компании. Спасибо. Спасибо большое. Сто вышел защищать страну. Жириновский. И сейчас они говорят, что из-за нас. Я журналист. Он не знает от журналистов, что такая ЛДП. ГКЧП вышел защищать кто? Жириновский. И ЛДП. Вы вышли на Манежной площади. Защищать ту страну, которую вы создали коммунисты. А вы где были все? А он не было. Все попрятались. Мы даже... А вот шашки были. Забои как раз были. Сказали, что... Восстание ГКЧП. Сиганов, Селезнев. Коммунисты попрятались все. Катигорский. Кисловодский. Жаль сейчас, на сегодняшний день, что лежали тех миллион телезрителей, которые сейчас сидят у телевизора и видят вот эту вот паноксику. На самом деле, мы бы хотели показать серьезный разговор, который могли здесь аргументировать. У нас, вы, значит, у нас великолепные эксперты, которые... Олимпийский чемпион, который в Ванниске... И когда мы получаем... Это что? Бортко говорит, что все плохо. Кто плохо-то сделал? И мы вам за это спасим. Вы же взрослый человек. Вадим, вы же... Представьте, когда снимали кино. Вы верили в это, когда снимали кино. Гнусные, наглые, уголовные преступники. Вы верите в то, что вы снимали. Напоминаю, наш третейский судья, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Александр Александрович, я понимаю, что на вашем месте, наверное, вы будете чувствовать себя врачу-психиатру, потому что иногда дискуссия приобретает откровенный, ярко выраженный медикаментозный оттенок. Да вы знаете, вот что самое интересное, очень часто в этом достаточно странном споре, который уже вроде бы далеко ушел от темы первоначальной дискуссии, которая была заявлена, иногда звучат такие вот достаточно, может быть, иногда энергичные, но правильные нотки, да, по отношению к государству. Почему же такое прекрасное государство прекратило существование за одну ночь? Да, если так было бы все хорошо. С точки зрения вот интересных вопросов, я думаю, что не очень удачную роль сыграли советники и участники, потому что те вопросы, которые они задавали, причем это очень часто выглядело как, так сказать, высказывание своей позиции, вот именно они далеко увели дискуссию о той теме, которая так, в принципе, интересно начиналась. Но, тем не менее, а почему же в одну ночь рухнуло такое государство? Вы знаете, это интересный вопрос. Я думаю, что очень многое зависело именно от того, что те события, которые произошли в 1917 году, даже не события, а те идеи, и те лозунги, которые были заявлены в 1917 году, так справедливо, так ярко, и которые, так сказать, провели за собой широкие массы, они так и не были выполнены. Спасибо. Ну что же, сейчас власть поступает проще. Она не дает никаких лозунгов, исходя из этого и не стремится их выполнять. Сразу после рекламы продолжим. Прошу вернуться на позиции. И в этом раунде вопросы вам будут задавать я. Владимир Владимирович, вы очень убедительно показали, что де-факто большевики взяли власть, которая сама уже падала в руки. Да, это так. То есть вы убедительно показали, что проблемы, которые были в стране, достигли такого уровня, что принципиально уже не так сложно было их схватить. Да, конечно, история обросла легендами, но, тем не менее, факт остается фактом. 200 человек, вооруженные идеей, смогли построить уникальные государства, как тогда говорили рабочие крестьяна. Но вот у меня только один вопрос. Въедливый, наверное. Въедливый, да. Почему же спустя в историческом масштабе совсем немного лет эти идеи не привели к тому, что государство, построенное для рабочих и крестьян, пережило бы отнюдь не самый тяжелый экономический удар. Пережило бы приход к власти не самых масштабных людей. Почему же вдруг в этой гигантской идее, которая вначале позволила взять страну, не оказалось достаточно жизни, чтобы пережить даже одного века? Вы задаете очень сложный вопрос из русской истории. Могу сказать вам ответный. Почему тысячелетнее государство, которое очень удачно развивалось, не сохранило царскую власть? Вопрос. Очень простой ответ. От кой же? Конечно. Мало этого, не только это государство. Первая мировая война, что понимают немногие, но, естественно, знают многие историки, это был ключевой момент, когда практически во всей Европе произошло изменение формы управления, когда рухнули практически все монархи, в том числе абсолютистские. Потому что система управления, при которой все было заключено на одного человека и на аристократию невыборную, не смогла пережить тот взрыв технико-технологической информации. Возразить вам, почему же пострадала только одна Россия? Вот это и вопрос. Потому что только в России были большие дети. На него есть ответ. А там и не было. И у меня тоже. Потому что не только Россия, но и Германия. Две страны, которые отошли от своей религии и попытались ее заменить псевдоидами. Изменить, пожалуйста. В Германии, по-моему, недолго было, и она быстро вернулась на круг. Я говорю, и своя, правда. Да, в России было не столько. Но там было недолго благодаря кому? Русскому солдату, который выбил штуками. Вы мне задали вопрос, а я хочу ответить. Я хочу ответить вот о чем. Вот о чем. Я говорил об этом много раз, скажу еще раз. Россия уникальная страна совершенно не потому, что здесь Достоевский и, значит, крестница вот так. Она уникальна по своему устройству, составу. Здесь 180 народов. Здесь много государств внутри. А это бывает достаточно редко. Их немного таких стран. Китай, например, который сейчас коммунистический. И не дай бог не быть ему коммунистичным. Развались через 20 минут. Такие страны тоже есть. Например, это Испания, в которой вы знаете, что сейчас происходит. Более того, это даже Великобритания, в которой начинается вся эта самая история. Понимаете, да? Поэтому, что случилось в России в это время? Появился очень замечательный человек, под влиянием, кстати сказать, либералов Горбачев, который сделал все правильно, только наоборот. Он убрал идеологию, которая скрепляла страну, и оставил старую экономику. Один человек? Один человек. Что ж такая партия? Да, почему? Потому что вся страна, всю жизнь от Владимира Ясно-Солнышко была ориентирована на одного человека. Так и оставляйте царя. Вы же только что рассказывали, что царскую Россию, скажем, временная провинция, тряхнуло 200 человек. И 70 лет развития, и хватило одного. Нет, одну секундочку, простите меня. Вот здесь взяли власть 200 человек, да. А разрушали ее либералы, которых было очень много, которые были даже в царской семье. Вы это знаете? Знаю. Конечно. Вот это и было. Но здесь, да откуда. Одну секундочку. Когда контрэлита пытается взять власть, она борется с элитой. Если элита не будет защищать свою страну, элита потеряет интерес. Она развалится мгновенно. Именно это и произошло. Но мы же с вами жили, мы же с вами хорошо помним. Разговоры на кухне, омерзение от постоянной лжи. Да, это так. Четкое понимание, что все выдохнуло. Это так. Ну так что же мы себя-то сейчас обманываем? Молодое поколение, которое видит те легенды. Какие? Ну, великую легенду космоса. Действительно. Стоп, а это легенда? Это легенда? Легенда в хорошем смысле. Знаешь, что это неправда? Так, дальше. Великая легенда победы. Подожди, а это легенда? Конечно легенда. И правда, и легенда. Но вместе с этим мы не показываем людям обратную сторону. Какую? При которой каждый человек чувствовал себя ничтожным. Колюсиком и винтиком общепролетарского дела. А вот теперь? Где человек, которого поднимали, а потом мордой в грязь. А потом... Парцы... Так, одну секунду. А вот теперь я возвращаюсь опять к тому же. Для кого? Для кого? Вот. Так вот, не для одного человека. Говорил Иосиф Виссарионович Сталин, когда его дочка спрашивала, а почему нас не шьют такие вот... Да. ...как во Франции. Он говорит, понимаешь, в чем дело? Когда у нас нужно шить лучше, чем во Франции, мы будем шить. А сейчас, когда мы это не умеем, мы будем носить то, что мы носим. Потому что ткачиха должна работать. Она должна рожать детей. И это в тысяч раз важнее. Чем личная свобода. Понятно. Вот, произучал очень важный момент. Тысячу раз важнее, чем личная свобода. Есть через океан страна, которая прошла через многие испытания, хитрым образом поучаствовав в разных войнах, всюду оказалась сразу победителем, которая начинала как глубоко аграрное. В девятнадцатом веке практически ничтожество. В восемнадцатом вообще не смешно вспоминать. Не было никакого в семнадцатом веке. Но где всегда, в первую очередь, была личность. И вдруг весь двадцатый век выясняется, что это век, когда Америка победила Советский Союз. Две идеологии. Одна идеология резко христианская, потому что Америка очень христианская страна, очень набожная. Америка страна при этом индивидуалистская, где первый человек. И Россия, которая отказалась от традиционного тысячелетнего христианства, которая поменяла все на Лениниану, и которая сказала, не человек, а государство. Почему же тогда Россию проиграла? Россия была самым большим государством и в царский период советский и сейчас. Над этой маленькой Европой мы нависаем. И с момента татаро-монгольского нашествия, когда монголы подошли к Вене и должны были ее взять, если бы не умер татарский хан, взяли бы ее. Они нас принимают до сих пор за монголов. До сих пор они нас боятся. Но при царе они постепенно уже успокоились. Потому что русские промышленники создают самолеты, радио. Все выезжают отдыхать в Париж, а не в Турцию. Русские университеты, так сказать, телевидение. Они успокоились уже. В это время приходят на Красная Химера. И опять всех убивают. И опять у всех отбирают собственность. И опять ГУЛАГ. Сибирь. Они снова нас испугались. И они бы 10 гитлеров воспитали. Только чтобы нас уничтожить. Поэтому мы страдаем именно из-за этого. В октябре 17-го никто не должен был брать власть. Никто. И русская армия взяла бы Берлин. Вместе с французами и британцами. Сейчас мы взяли Лондон. Сейчас там наша эмиграция сидит. Сейчас у нас Болотная. Сейчас у нас снова КПРФ. Сейчас опять вы говорите, где рвань-пьянь. Вы это сделали все. Я говорю. Я и говорю об этом. Вы сопротивляетесь. Но мы за 100 лет уничтожили все лучшее, что есть. Что неправильно. Почему вроде бы проект. Объясняю. Почему там знают, где жили их деды и прадеды. Почему итальянец живет в доме, который построил его прадед. А мы до сих пор не знаем, где могилы наших дедов и прадедов. Что они сделали, большевики. Ударили по сердцу духовности. Разгромили церковь. Так никто не громил. Рвань смеялась, когда купола срезали. Рвань-пьянь. Что, нормальные люди будут смеяться, когда церковь разрушают? Это кто смеялся? Усирает. Кто смеялся, когда по русскому парламенту в 90-м году расстреливали из советских танков? Это что, не рань, не рва, не пьянь? Это как нужно было воспитать поколение целое, чтобы они семечки щелкали мороженое и смотрят, как расстреливают их, Верховный Совет, вас, коммунистов. Это были коммунисты? Да, коммунисты были. Майор, который стрелял из танка, был коммунист. Вся кантемировская дивизия, это коммунисты, витаманская. Поэтому в этом проблема. И Путин говорит. Духовность разрушили и лишили всех собственности. И тогда надо осваивать целину. Поехали все с пустым чемоданом. Помогать Средней Азии. Поехали туда. Поднимать Сибирь. Поехали. Помочь Кавказу. До сих пор блуждает народ по необъятным просторам. Какая идея? Какое проект? Если все разрушено, нету могил у нас, нет родословной. Вы даже сами свою родословную не знаете. Я ее поднял всю. Впервые за 300 лет знаю. Так я заплатил деньги. А остальные не знают, кто их прадед знает олимпийские игры. Я вам заплачу за ваш трудословный. Поэтому здесь беда. Нету духовности, нету собственности. Народ бомж. Народ как пущевая. Я каждому свой вопрос задаю. Владимир Владимирович. Вы говорили о замечательных фильмах, которые были сделаны в то время. Бесспорно. И за каждым фильмом стоит судьба. И к сожалению, судьба очень разная. И когда мы смотрим сейчас на нищих, великих режиссеров и актеров того времени, и говорим, ах, если бы они были в Голливуде, они были бы в золоте, они получали бы сумасшедшие деньги. Очень навряд ли. Ну, не навряд ли. Потому что уровень оплат был совершенно разный. Я имею в виду, вряд ли они бы там работали. Не могу сказать. Уверен, что наши таланты того времени вполне соответствуют. Вы знаете, они соответствуют, но несколько разно направлены. Талантливый человек, как показывает Голливуд, приезжая туда, не хочет... Ну, почему же? Есть замечательный у нас режиссер. Бесспорно. Брат Никиты Сергеевича, который там начал работать. Никого не интересует, ваше режиссер. Речь идет не об этом. И замечательные наши кинематографисты, документалисты, которые еще в 43-м году получили Оскаровскую премию за великий документальный фильм «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Да, и к чему это? Сейчас подведу эту мысль. Но это были люди, которых двигала идея, несмотря на личные трагедии. Если мы посмотрим всю историю России, то все этапы, все этапы России, которые можно назвать великими, это всегда были освещенные идеи. Не всегда правильные. Вот сейчас мы с вами смотрим на 20 лет, когда государство осознанно отказалось от идеологии. Мы смотрим на 20 лет, когда государство уверенно говорит нам, получая нас, что да не надо вот этого всего, вот этого, этих разговоров о величии, об идее. Важно, чтобы народ ел, народ пил, жил как средний европейец, а не получается. Не получится. Те, которые живут, пьют и живут как средний европейцы, уезжают в Лондон или перевозят в своих семей. Так может ли... Не как средний европейец, гораздо выше, чем средний европейец. Может ли Россия существовать без великой, пусть и порочной, идеи? Я не сказал бы ее порочной. Я сейчас не имею в виду коммунистическую, потому что была великая идея Иоанна Грома. Отвечаю. Так, если можно, крупный план. Никогда. Только идея должна сплачивать нашу страну. Иначе она тут же развалится, иначе она будет поглощена, иначе она просто перестанет существовать. Так как вы считаете, какая может быть эта идея сейчас? Вот сегодня какая может быть? Сегодня у нас. Могла ли быть, знаете, может быть национальная идея, замечательная, Россия для русских и все, а дальше, а дальше кровавая баня. Какие еще идеи могут быть? Да никаких, кроме одной. Социалистической, которая придет весь мир. Я в этом совершенно убежден. Могу доказать. Владимир Вольфович. Да. Я оттолкнусь от вашей проблемы. Да, да, да. Какая идея, которая может сейчас сделать снова страну великой и поднять? Ведь мы с вами говорим, интересно время, да? Когда весь мир и некоторые наши либеральные СМИ с упоением рассуждают об Араке и Обаме, не понимая, что примерно в то же время, параллельно, в Китае приходят к власти через съезд новые поколения, при котором Китай обгонит Соединенные Штаты практически по всем экономическим показателям. Мы втроем это знаем. И произойдет смена поколения. Значит, объясняю. До октября 2017 года этого зловещего события, царская Россия существовала тысячу лет. Никакой идеи не было. Идет враг, разбить. Все. Мы постоянно боролись с внешней агрессией. И 100 лет Россия воевала, 70 лет, все тысячу лет. Мы воевали 700 лет, и только 300 лет мы чуть-чуть отдыхали, лечились раны и снова воевали. А вот октябрь 2017-го навязал идею. Но чтобы эту идею вбить в мозги, они положили миллионы людей в могилу. Расстреляли гулаги, все это знают прекрасно. 100 миллионов погибло, начиная с гражданской войны. И вчера Медведкова... Это ваши последствия вашей советской власти. Когда стрелок Медведкова убивает пять человек. Приходит с двумя ружьями. И он говорит, не хочу жить среди этого человечества. Это кто ему отбил охоту жить? Вы, советская власть. Так вот, идея... Почему народ наш хочет идею? Потому что у него нет денег и собственности. Ничего нет. Почему люди верят в Бога? Это обычно верят бедные и больные. Богатые и здоровые ни в кого не верят. Он живет своей жизнью. Нужна правда нашему народу. Про весь царский период. Чтобы знали... Чтобы знали все, что временное правительство было законным правительством России. А коммунистическая революция была абсолютным преступлением. И так до упора. Поэтому давайте правду скажем. И еще говорю. Идея должна быть. Антикоммунизм. Господин Бортко, антикоммунизм наша идея. Уничтожить всех коммунистов. И левые партии. Распустить. Разогнать. Левую идеологию пока не уничтожим. Мы будем барахтаться. Потом спокойно жить. И цветочки класть на вашей могиле. Я вот слушаю вас. И если бы я не жил при социализме, я бы думал, насколько прав Бортко. Но трагедия в том, что я жил. Трагедия в том, что я видел воплощение. А больше всего меня... Можем вам ответить или нет? Да сейчас ответьте. Больше всего меня огорчает другое. Но почему же лидеры той страны в конечном итоге все бежали на запад и жили в Америке? И эти дети. Сталины, Хрущевы. Где дочь Сталина? Сын Хрущева. Почему они жили? Где внук есть? Сначала первые. Все убежали. Сначала въезд номер один. Почему не про детей перед этим, что вы сказали? Но мы жили с вами все. И хорошо это помним. В стране, которая что? Только это про детей. Да, давайте. Поскольку я помню, значит, это. Значит, про детей будет очень просто. Про детей начинает страна гибнуть тогда, когда люди, которые ей управляют, начинают врать сами себе. Ей конец. Тогда, значит, после Ленина... Нет, и после Иосифа. Виссарионовича. Ленин врал первого. Что происходит в стране после Петра Первого? То же самое. Один как дома. То же самое. Что происходит после Сталина? Петр Первый, конечно, тоже кровавый был. То же самое. Да, но он сделал то, где мы сейчас живем. Ничего он не сделал. Ценой жизни вашего деда? Миллионы мечтонов. Извините, пожалуйста, я про Петра Первого сейчас. Мой дедушка тогда еще ниже. Петр Первый тоже больше любит. Да, но Сталин... Тоже он близко нам не нужен. Кровь и насилие. Иван Грозный, кровь и насилие. Мы продолжаем или выключить? Ну и мы... Ну давайте, договорите. Фраза будет очень простая. Россия не может жить без идей, объединяющей ее. Даже если эта идея убить собственный народ? Не народ убить. Ни в коем случае. Сохранить государство, которое сохраняет свой народ. Даже если сохранить государство ценой жизни миллионов? Теперь рассказываю вам. Пещера. Просто простая пещера. Вождь. Для чего он нужен? Только для того, чтобы все остальные люди в этой пещере выжили. Только ты и всего. Все выжили. Одну секунду. Когда тушит на всех, он убивает. Бум-бум. Вы себе правильно неправильно вести, его убьют. Кто будет решать? Вождь. Теперь опять же, вы уходите от одного вопроса. Вождь. Для того. Все же рухнула. Я считаю, и послушайте меня внимательно. Мы, русские, сильны только тогда, когда мы объединены в одно государство. Каждый из нас отдельно жить может. Это я согласен. Так это вы разделили. Только убивать людей не надо. Вот и нужно с вами бороться. Сейчас реклама, после которой мы родились, чтобы подвести итоги программы. Мы подошли к кульминации программы, но прежде чем вы узнаете результаты голосования телезрителей, позвольте представить нашего третейского судью, который следил за поединком из секретной комнаты. Это директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Прошу вас. Уважаемые друзья, только что мы стали свидетелями очень интересной, очень жаркой дискуссии. Что такое Октябрьская революция? Переворот или революция? Конечно же, по тому влиянию, которое она оказала на развитие всего человечества, это революция. Её результатом стало создание совершенно нового социального государства. Государство, которое в ближайшем будущем стало одной из ведущих мировых держав, которая предупределяла вообще жизнь и существование на этой планете. Однако другой вопрос. Насколько благотворно революция оказала влияние на развитие нашей страны? Сторонники коммунистической идеологии всегда будут говорить о тех удающихся достижениях и победах, которые одерживала наша страна. Но давайте вспомним, какие жертвы приносила наша страна, чтобы осуществить эти победы. Только что один из секундантов наших участников задал вопрос. 26-й год. Такая высокая рождаемость. Но неужели это результат революции? Нет, уважаемые господа. Это результат того, что коллективизация в нашей стране ещё не началась. А когда она начнётся, рождаемость будет так. Всё, сразу упадёт всё. Но все мы с вами должны очень хорошо понимать и помнить. Наша история не знает сослагательного наклонения. Всё, что произошло в нашей стране, уже произошло. Всё, что свершилось, уже свершилось. Мы должны изучать, мы должны понимать, чтобы не делать прошлых ошибок. Ну а сами с вами вместе должны знать одно, что всё великое, что было здесь сделано, это сделали наши отцы и деды. Уважать эту историю, понимать её, мы должны все вместе. Спасибо. Спасибо большое, господин Левыкин. Ну что же, наша программа подошла к своему логическому концу. Мне бы хотелось ещё в завершение такую маленькую деталь. Прошло почти сто лет, и мне сложно представить себя в любой другой стране мира, чтобы так жарко политики спорили о событиях сто лет недавности. Потому что до сих пор эта боль жива, и потому что до сих пор день сегодняшний невольно напоминает нам события начала XX века. И здесь бы хотелось, чтобы общество сделало необходимые выводы, которые сделал весь мир из революции 1917 года. Ведь больше всего от революции 1917 года выиграли отнюдь не наши с вами соотечественники, а рабочие Швеции, Дании, Америки, для которых случившаяся революция 1917 года для их хозяев была примером, если ты так относишься к своему народу, тебя на штыках снесут. Хотелось бы, чтобы ни одна власть ни в одной стране не забывала о необходимости социального мира и грамотного распределения богатств. А вам осталось выслушать мнение народа, который смотрел и голосовал. Сейчас узнаем. Опять вы истина. Телезрители присудили победу Владимиру Бортко.